здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда владимир в нашем эльфийском прохождении это у нас уже девятая серия видео посвященная моду в саб моду мост на сиртейт что-то лво предыдущей серии на сорок первом ходу мы все основные действия выполнили единственное что я выдвинул от на юг часть ребят вот которые сидели в эринанди и теперь в эринанди нанимаются вот новые ребята в гарнизон том числе вот такие вот копейщики которые в содержании 200 стоят просили меня их нанять говорят что не будут сильны на юге но я честно говоря не знаю насколько уж кавалерии здесь практически нет уже я так думал что может быть вместе с ними стоило бы еще кого-нибудь нанять других ребят ну пожалуй лучника вот копейщики для прикрытия есть здесь вот у нас идут вот такие ребята которые тоже имеют преимущество против кавалерии я думаю они большую роль сыграют и копьеносцы эринара и теперь их можно я думаю будет отправить вот сюда через все вот эти леса я хочу их вести на соединение с армией легаласа которая тут орудует осаждает мордорские мордорское поселение на юге давайте быстро посмотрим что вообще здесь есть рун воюет с роханом строительство завершено грунтовые дороги и здесь эльфийская культура подросла но почему-то пока мы здесь никого нанять не можем а нанять не можем потому что ничего здесь не построено от лучников переобучать нам здесь понадобится тоже поэтому я здесь заказываю такую построечку в этом дор хингуаре и здесь пока противников никаких нет я усаживаю укрепляю наш гарнизон в аманланке переобучить можем вот этих ребят эти пока еще стрелки недоступны но еще семь единиц времени до их набора давайте рискну и перейду сюда к фенбургу попробуем посмотреть что здесь творится в этой деревеньке великой так ну что самое интересное вот здесь на передаче хода роханцы посражались с мордорским стеком и мордорцы понесли потери но теперь они осадили до 1 вот я хочу прийти до 1 на помощь вот так вот стать возможно если мордорцы пойдут на штурм то я смогу прийти на помощь рохану показывать что силы наши подросли и это хорошо что может сделать вот этот дипломат пока его никуда отправлять отсюда далеко не хочу может быть понадобится он для ведения каких-то переговоров здесь заодно пускай понаблюдает за происходящей ситуации то есть то что рун объявил войну роха но это означает что скоро руницы сюда пожалуют так ну и что вот теперь мы можем во первых отправить шпионом южнее чтоб он нам показал что здесь у мордора творится и мы поможем попробовать взять штурма вот это туда городишко насколько два тарана есть это хорошо сил у них больше в полтора раза и они имеют вот такой доспех это просто орки орки на летчики стрелков нет у этих ребят значит наша задача их выкосить максимально с помощью наших лучников а потом зайти в крепость ну это и будем стараться делать итак дорогие друзья все у нас традиционно три группы лучников у нас одна право фланговая вместе с легаласом другая вот здесь по фронту стоит и третья вот здесь с заходом на правый фланг противника то есть слева будем стараться накрыть его перекрестным огнем возможно пробить потом ворота и зайти вовнутрь давайте пробуем и смотрим что получится из этого мероприятия руки телохранители сразу же от нас идут куда-то подальше это генеральский отряд мы так истребляем здесь потихонечку и вот наши ребята накрывают их вслед по-моему неплохо получилось здесь тем временем свирепствует легалас знатью нашу идем в сторону и подойдем сюда поближе чтобы вот этих вот орков налетчиков накрыть здесь посмотрите сколько публики стоит они стоят очень очень плотными рядами в наших интересах выстроиться как-то так чтобы их расстреливать более результативно тем временем здесь мы таран направим к воротам лихолевская знать попала под башни ворот и поэтому пострадала потеряла одного солдата и мы сейчас зайдем отсюда между деревьями чтобы в этот сектор вести тоже обстрел так что-то у меня опять подтормаживает хотя по моему видео картинку немножечко под под убрал я имею ввиду качество что здесь у орков остается у них еще вот отрядец идет этих телохранителей здесь несколько отрядов двигается к воротам сейчас я попробую как-то разобраться с картинкой с видео так и так возвращаемся в игру здесь попала эльфийские лучники под обстрел вот этой вот башни которую контролировали вот эти вот самые налетчики тут пробежавшая случайно а мы пока начнем вот такой фланговый обстрел для того чтобы нанести поражение вот этим ребятам которые тут у противника столпились так наши биорнинги понесли потери ух ты и убит вражеский генерал легион девятый марана на орке бравым шагом идут навстречу своей гибели просто выкашивают целыми толпами здесь наши лучники так и дадим легаласу пострелять вот сюда в эти толпы следующие так сколько это мы убили убили 37 процентов а там говорят о том что с воротами теперь все в порядке вот эти ребятки могут отойти в сторону стрел у нас еще достаточно я думаю что это скажет свое слово предыдущим сражение предыдущие предыдущие то что сражение которое у нас сейчас будет предстоящим предыдущим совсем заговорился так вот град стрел начался просто со всех сторон у нас генеральский отряд вернее противника генеральский отряд похоже уже выкашен весь биорнингов стреляют башни с ворот они из-за этого несут потери так что 58 процентов да и самое главное что сделать эти ребята ничего нам не могут в том плане что если они пойдут в контратаку то скорее всего тоже попадут в невыгодное положение ну невыгодное в том плане что будут расстреляны вот это 73 человека стали такой компанией прекрасной прикрестный огонь это конечно здорово так ну что наш леголаз уже показывает нам что он уже навоевался ну в том плане что настрелялся уже этот парень и сейчас мы нашего генерала можем везти сюда в бой чтоб он зачистил здесь дорогу у этих ворот ну а другие его поддержат огнем противник по моему решил что ему так будет более комфортно и судя по всему ошибся вот бежит наш леголаз мы основные стрелковые отряды переведем вот туда на тот фланг чтоб они крылья ворота вернее не крылья расстреливали ворота вот эти вот эту площадь накрывали потому что здесь остался основной противник противника всего 83% и самое время леголаз уступить в бой и выкосить врага одного за другим овладеть воротами орки на летчики так ну и смотрим что здесь делает леголаз вот его работа ребята заходят сюда и сейчас они я думаю накажут тех друзей которые здесь пытаются им противостоять ну и город будет наш что там движение не началось никакое странно противник полностью деморализован этим обстрелом победа неизбежна да все горки кладутся толпами а мы с этой позиции выкашиваем тех кто теоретически мог бы прийти противнику на подкрепление кто тут еще отбивается то есть еще трое пытается что-то сделать так ну что леголаз заходим добивать сюда оставшихся итак дорогие друзья наш леголаз достиг центра захватил его и сейчас попытается попытается вытеснить здесь врага если мы удержим эту позицию я думаю что он должен ее удержать город будет наш осталось недолго вот эти ребятки могут пробежаться в тыл но скорее всего в этом уже не будет необходимости вот этот героический отряд может перемолоть здесь тех орков которые против нас сражаются несмотря на всю усталость а сейчас вот те ребята которые придут они еще добавят им в тыл ударом вот так оттуда сейчас подойдут лесные стражи через те ворота надеюсь своих не закрываем дружественным огнем ну ну некоторый леголаз теряет самое главное чтоб не убили самого леголаза при этом все конец ну героическая победа это здорово 14 потеряно против 1150 это здорово ну и вот барс барх саус сис наверное так надо прочитать мы его занимаем этот город и здесь конечно большинство культур это прислужники мелькора ну можно было бы его использовать под свои нужды но для этого надо здесь хотя бы мастерскую живописи построить пускай леголаз здесь посидит недолго и я думаю что мы тогда решим что нам предпринимать далее ну а пока видим что испорченные отношения с мордором и нам стоит ожидать ближайшее время каких-то контр шагов противника и далее друзья мне пришла в голову интересная идея что все таки если вот этот городишко оставлять себе то не мешало бы сейчас здесь мастерскую живописи заказать поэтому здесь вот откажем мы строительстве мастерской луков тем более здесь все равно еще о культуре долго растим она вообще растет здесь она есть 34 но ничего найма пока нет на следующий ход закажем а попробуем воспользоваться тем чем есть здесь построим здесь мастерскую живописи возведем чтобы здесь развернулся прирост у нас нашего влияния и заодно население подгоним потому что здесь уже город поселок выше по уровню ну вот и на этом я думаю здесь у нас все на этом ходу сейчас еще раз я сам себя проверяю да здесь везде походили эту позицию мы заняли противник осаждает и до раз если что вот этот руханский стек может прийти сейчас на помощь ну и сдаем ход я пока отключаю видео если будет что-то важное то как всегда включу вот здесь маневры идут и смотрим мы выходим в качестве союзников для атаки вот этого стека Аллахаев 5 Мумакила вот сколько руки с алибардами стражи Моранана доспех Роханов этого парня ну и что это какая-то должна быть мега сражение и наверное мы все-таки попробуем в нем поучаствовать но если будет компьютер наверное подтормаживать то придется мне по крайней мере из записи выйти если будут слишком большие тормоза ну в любом случае попытка не пытка идем на карту битвы и вот дорогие друзья вот так стоят наши друзья эорлинги эор... да эорлинги правильно всадники Рохана можем полюбоваться как здесь юниты выглядят вот себе такая тяжелая кавалерия наши ребята должны идти на подкрепление ну Роханцы стоят в низине у них полно от ополченцев копейщиков это не очень хорошо топороносцы вот это ребята поинтереснее они должны пробивать доспех и это хорошо это стрелки стрелковый эорет а это ссадники Вестфольда вот они тоже с секирами и это тоже хорошо да мне бы таких ссадников я думаю что в сочетании с моими эльфийскими лучниками они бы врагу могли бы поднакидать ну ладно давайте посмотрим подкрепление подкрепление Роханцы сейчас пойдут позицию противника штурмовать а мы откуда будем подходить а мы вот вообще неизвестно откуда из большой-большой глубины из большой-большой глубины из большой-большой глубины а там где-то еще помощники ну и давайте пока противник там разбирается я надеюсь что Рохан немножечко сможет ряды противника прорядить и мы тогда сможем что-то здесь сделать интересное что там бойня пошла как там все мумакилы ведут аллахай пошли на мумакилов пошла кавалерия это конечно странный момент легкая конница на орков на летчиков ну что-то мне такое подозрение что сейчас раскидают вот этих орлингов и будет их жизнь не грустна в руки тяжелая пехота да нет ну что ж пойдемте вот так подводим лучников и ребят одних сюда других сюда и нашего конечно же генерала у противника нет кавалерии поэтому если как-то роханцы продержатся а потери конечно серьезные руки телохранители у нас есть шанс сейчас убить их генерала если мы убьем генерала то вот этот тот стек вражеский насколько я помню он должен вообще исчезнуть поэтому попытаемся сначала этого парня задробить все-таки добавлю я немножко скорости нашим стрелкам что мумакилы мумакилы вытворяют чудеса их надо конечно расстреливать огнем но рохан так не делает и уже начинает нести серьезные потери а вражеский генерал сагривается на нашего генерала сейчас наши тут устроят ему охоту как дружок вполне возможно если мы сейчас генерала грохнем то мы значительную победу окажем помощь вернее конечно он пытается нас всячески задержать пока там мумакилы вытворяют свои чудеса это кто это роханцы ой какие молодцы они что пытаются этого урукхая убить какой молодец наш союзник на самом деле мог бы этого не делать толку было бы больше ну ладно стража марана нам и мы займемся ей тоже сражаются ребята генерала убивают ну когда вы там своими секирками его прибьете уже друзья мои победа вполне возможно так лучники начинают отходить ребята из марана решили пойти к нам и сейчас они я надеюсь побегут да 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 вот так именно это и должно быть все убили генерала да безудержные все потрясены раз генерал убит значит сейчас если противник побежит то будет все этого стека больше не останется и роханская кавалерия по-прежнему действует в своем стиле ладно нам надо подойти для того чтобы выйти на мумакилов что неужели мумака один падает да да неужели неужели у нас это получится сосредотачиваем на мумакилах огонь нашими огненными стрелами Пока, по-моему, больше уроков набивают Так, 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 стоять Стоять Как же на тебя Так, где наши ребята вот эти Они здесь стоят и ведут огонь Уруки с алебардами бегут Что, еще один падает? Нет, точно, упал Смотрите, как тут повисло такой глючок Ребята висят в воздухе То есть наша помощь была не напрасна Вот если бы мы в этот бой не вступили Я подозреваю, что Рохану бы надавали бы здесь Таки Так, а как, как, как вот его выбрать? Так, это он пойдет А нам надо так, чтобы стрелял Взбесились Взбесились Вот, еще одного Сейчас, да, сейчас убьют, точно То есть они перед падением вот такие пируэты совершают Странные Ну, что я могу сказать? Посмотрю, что здесь будет Наверное, таки надо выходить Потому что всем надо восстановить силы Да, он сейчас больше покрошит своих Поэтому все Стэка этого все равно не будет И нам стрелять сейчас смысла нет по противнику Ну, хотя, не знаю Вот, по крайней мере, в сюртейдже в обычном Если ты убиваешь генерала Насколько я помню При отбитии вторжения То потом его стэк сам по себе рассыпается Даже если кто-то из него уцелеет А как здесь, трудно сказать Ну, давайте поэкспериментируем Я попробую выйти Да, потери мы понесли Наконец-таки чувствительные здесь Роханцы тоже А вражеский стэк практически полег Кто у нас? У нас лучники получили ранг Ну, все молодцы Я доволен Выходит Итак, друзья Мы таки победили Я вот только после победы Начинаю осознавать Насколько это круто Выкуп А ну, давайте выкуп Конечно, вы отклоните И все, точно Стэк погиб Конечно, тут не осталось сил Рохана Но я надеюсь, что они сейчас-таки Откуда-то подтянут подкрепление Потому что Стэк Оркам в Листых Гор разбили И разбили Мордорцев Причем это стэк скриптовый Был Как я уже подозревал раньше А теперь что? Теперь могут руницы прийти Могут, наверное, харадримы сюда прийти А харадримы тоже могут прийти С мумакилами Посмотрим Может и Мордор Как-то сейчас отреагирует На это дело По крайней мере Будет сейчас проседание Наверное По силе Его фракции А у нас сейчас Перспектива Атаковать еще Поселение Орков В Листых Гор И это тоже хорошо Итак, друзья мои Что мы видим? Вот Вот это вот ребята Это Из Кардума Это ребята Которые пришли Из Из Гундабада Кто у них? Генерал Генерал Хоб Гоблинах А Самое противное Что у них Вот есть Какие-то Скауты Рудаура Это легкая конница Но имеет мощный Чарж Натиск 11 Да Это очень много Просто так С ними не справиться Ловчая снага Эти просто наступают Тут наличие двух отрядов Кодницы Меня, честно говоря Несколько смущает Позицию Мы тут крепкую Пока занимаем И у нас Строится Центр искусств Центр искусств Мы построили Можем переобучить Вот этого парня Копейщика Там еще Нанимается Строится И что у нас Вот здесь В Аманланке Строительство Еще идет Или нет Здесь тоже построено Священное место Хранителей леса То есть Получается Мы по Архитектуре Выполнили Все условия Необходимые Для Создания Королевства Синдар Но Если вспомнить Я говорил вам Что еще Среди списки Городова Был обозначен Вот этот Вракия Бург Что мы им Должны владеть Почему-то Нам позволили Строить эти города Без вот этого Укрепления Я так и думал Что может быть Это не столь Необходимо Получается Что может быть Да Или Скрипт на создание Королевства Сработает позже Мама родная Еще Орки Мглисты Гор И они тоже Идут на Рохан Да этих ребят Тут я не знаю Как Как грязи Ладно Перемещаю Дальше На юг Наших Гвардейцев Вот так Идти они будут Долго А здесь Что мы пока Можем увидеть Мордорцев Пока нет Поэтому Леголаса Можно выдвинуть Отсюда Вот пловчик Лихолесия Я здесь Оставлю На всякий случай А стрелков Заберу с собой Это идут Ребята Из Дейла Я надеюсь Что они Не будут делать Нам каких-то Глупостей Наш Леголас Выдвинется И построит Здесь башню А шпион Откроет нам Ситуацию В Мордорских Владениях Можем ли мы Кого-то Переобучить Еще нет До того Что эти ребята Мы сможем их Нанимать Еще шесть Ходов И этих тоже Да Мы подросли По сравнению С Мордором На 33% И это Хорошо И Надо заказать Что-то Здесь В Эринанде И меня Смущает Честно говоря Смущает Тот факт Что Мы должны Теперь Крупные войска Нанимать А у нас Пока их Содержать Не на что Давайте попробуем Конницу Здесь Воспроизвести Как-то Или сейчас Посмотрим Может мастерскую Болист Какой-то Совет Общественный Порядок Или даже Дороги Дороги Что дают Дороги Дают Прирост Пускай Будут Дороги Нам надо Сокращать Скорость Нашего Передвижения Поэтому Дороги Мы здесь Строим Здесь Пока Биорнинга Мы нанять Не можем Поскольку Здесь Есть Войска В бесплатном Содержании То Оставим Деньги На Потом Их На То Чтобы Потом Их Нанять Сюда Нанимаем Вот Такого Пехотинца Оставим Его В гарнизоне Этого Друга Отсюда Выдвинем Потом Позднее Здесь Тоже Построить Никто Ничего Не может Нанимать Можно Будет Но Через Сколько Ходов У нас Не хватает Денег То есть Здесь Тоже Можно Нанимать Значит Следующим Ходом Надо Будет Здесь Еще Донанять Некоторую Публику Ну Что Давайте Последний Удар Нанесем Зачистим Фейнбург Сколько У нас Стрелков Раз Два Три Если Мы Идем На Штурм То Кого Нам Тут Показывают Какого То Вот Этого Друга Радзага И Воинов Снага Поэтому Мы Берем Штурмом Это Поселение Вперед В бой Итак Начинаем Друзья С трех Сторон Сейчас Попробуем Зажать Вот Этих Вот Ребят Которые Здесь Гордо Стоят Два Отряда Это Всего Ничего Начинаем Охоту Здесь Нашего Генерала Сейчас Разбестим Сюда И он Сможет Через Крышу Стрелять А Вот Этот Отряд Я Похоже Тут Поставил В этот Закуток Зря Что Ему Просто Трудно Будет Вести Пальбу По Площади Его Даже Лучше Так Будет Вокруг Обвести Вперед Ребятки Здесь Начинается Традиционный Обстрел Вот Этих Несчастных Застрельщиков И тут Угрозу Нам Представляют Не Застрельщики А Вот Эти Ребята Которые В отряде Хоб Гоблинов Надо Обстреливать Тихо Тогда Застрельщики Будут Цепляться Сами Собой Следом Так Здесь Мы Идем Обходим С тылом Вот Если Сюда Мы Зайдем На Эту Позицию То Мы Сможем Еще Добавить Немножко Противнику Неприятностей Давайте Ребята Орки Молисты Гор Бегите Бегите Смотрите Какие Крепенькие Их Уже Наши Обычные Эльфийские Лучники Не пробивают Какими-то Боковыми Боковыми Ударами То есть Их Надо Обстреливать Более Серьезно И основательно Стрельба Стрельба И И И И И И Давайте Давайте Стреляем Накрываем Вот так Вот так Видите Как кровище Летит Во все Стороны Да 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 Вражеские Силы Себя Очень Некрасиво Нехорошо Чувствуют Вернее Это Здорово Мы К сожалению Не можем Сюда Зайти Чтобы Вести Адекватную Стрельбу В упор Дали залп И Сразу же Вынесли Пятерых Застрельщиков Осталось 47 То есть Их банально Вот каким-то Таким Рикошетом Повыносило Отсюда Ну Давайте Казалпик Ах Сейчас Дадут Залп Своими Дротиками Кого ему Еще и Прибьют Нет Все Бездействует Давайте Постреляем Еще Вот Вот Этому Генералу Надо Раскачиваться Тоже Нам Нужна Армия Которая Будет Прикрывать Нас Со стороны Орков Блисты Горы Может Даже Вести Как-то Против Них Наступление Это Это Здорово Что Здесь Появился Такой Паренек Ему Еще Лучников Надо Добавить В армию Наступление 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 Вот Как Стрелы Втыкаются Вы Слышите Здорово Так Побежали Подставили Тыл Да А Их Тут Сейчас С обоих Сторон Накрывают И Один Дротик Полетел Куда-то В том Направлении Еще Один Но Это Ненадолго Ну Что Снага Давай Сдавайся Ты Окружен Еще Метнул Такий Дротик Кого-то Убили А Ты Смотри Какие Нехорошие Все Остался Один Генерал Все Это Да Это Славная Победа Можно Было Умней Сыграть Даже Не Потеряв Вот Этих Троих Ну Уже Молодцы Уже Генерал Набил Один Ранг Себе Здорово Все Идемте На Стратегический Режим Итак Друзья Вот оно Вот оно Чудо Чудное Фенбург Взят Здесь Конечно Стоит Вот этот Полный Стэк Но Этот Полный Стэк Он идет На Рохан Как мы Понимаем То есть Он По Логике Не должен Сюда Поворачиваться Что Нам Дают Нам Дают Полторы Тысяч И это Хорошо Отношения Ухудшились С Орками Млистых Гор Это Говорит Нам О том Что Вот это Поселение Нам Надо Конечно Держать Но Держаться Здесь На Стороже С Лот Лориэном Мы Стали Соседями Хотелось Хотелось Верить Что Эти Ребята Как То Активизируются Вот Здесь Мы Видим Открывается Нам Крепость Орков И Вот Здесь Тоже Должно Быть Какое Поселение Потому Что Здесь Проход Вот Орочья Деревня Если Вот Эту Деревню Взять То Здесь Должен Быть Выход На Наших Друзей Из Инландриса На На Этом Моменте Я думаю Мы Выполнили Мы Взяли Вот Эту Деревеньку Взяли Поселение У Мордора Вот Это Вот То Расширили Свои Границы Серьезно Так И Самое Главное То Что Мы Разбили Серьезный Мордорский Стэк Здесь Под Эдарасом Поэтому Рохан Получил Передышку Ну И Теперь Друзья Давайте Свои Советы Относительно Того Как Вести Себя Дальше Вот Вступать На этом Же Ходу В Битву Вот С Этой Вражеской Армией Потому Что С одной Стороны Не мешало Бы Гундабадовцев Сейчас Попробовать Разгромить Пока Они Не Набрали Каких Нибудь Наемников И Еще Кто То Им В помощь Не Подошел С другой Стороны Может Дать Роханцам Как То Втянуться В Этот Бой В принципе У нас Вот Огромное Количество Лучников Есть Мы Можем Здесь Создать Им Веселье Попробовать Прикрыться Добровольцами Лесов От Скаута Брада Они Меня Больше Всего Смущают Если Тут Конечно Еще Каких Нибудь Варгов Нет В этой Армии Можно Остаться Стоять Здесь На Переправе Мы Переправу Перекрываем Если Здесь Кто-то Нас Атакует Вот Те же Гундабадовцы То Мы Здесь В любом Случа Выставим Если Не Захочется Идти Сюда То Им Придется Обходить Аж Через Эту Переправу Это Вариант Более Спокойный Но Он Может Привести К тому Что Еще Кто-то Из Противника Подтянется Но Опять же Мы Не Знаем Сколько Сил Еще Есть У Рохана Здесь Сидят Неплохие Ребята Если Они Сейчас Будут Переобучены То Вполне Себе Они Так Могут Еще Противника Погонять Ух ты Большой Город Люблю Роханцев Может Даже Как Нибудь За Них Поиграю Спасибо Дорогие Друзья За Внимание Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Кто Не Подписался У Нас Ситуация Накаляется Из Каждой Серии Будет Все Более И Более Веселей И Жарче Всего Доброго До Скорых Встреч Продолжение следует